Первый заместитель председателя правительства Владимир Власов проверил, как исполняется поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйлышева по восстановлению первичной медицинской помощи в поселке Малый Исток. Как рассказал главный врач Березовской городской больницы Станислав Канн в Малом Истоке на территории одного из отделений Центра социального обслуживания населения, с 1 сентября работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Сюда могут обратиться за первичной медицинской помощью как взрослые, так и дети. Владимир Власов осмотрел медпункт и стоящий рядом модульный пункт социальной помощи, где также ведется прием жителей Малого Истока. После этого ему показали помещение в отдельно стоящем здании, где впоследствии будет работать филиал Березовской горбольницы. Владимир Власов отметил, что работа передвижного ФАПа – это временный вариант оказания первичной медицинской помощи. После проведения небольшого косметического ремонта и перепланировки, поскольку это требует организации филиала поликлиники, будет организовано два врачебных кабинета, процедурный кабинет, ну и оказана вся первичная медицинская помощь. Станислав Канн доложил, что после ремонтных работ в этих помещениях планируется обустроить два врачебных кабинета и процедурный кабинет. Сейчас с руководством социального учреждения уже заключен договор безвозмездного пользования помещениями. Готовится смета для проведения ремонтных работ. В Малом Истоке проживает около 6 тысяч человек. Среди них есть и маленькие дети и пенсионеры. Именно по этой причине губернатор Евгений Куевышев поручил создать все условия для сохранения медицинского обслуживания жителей этого микрорайона Екатеринбурга. Безусловно, филиал поликлиники будет принимать полностью взрослое и детское население, оказывать услуги в рамках оказания первичной медицинской врачебной помощи. Напоминаем, губернатор также неоднократно предупреждал руководство муниципальных образований, что в случае безответственного отношения глав к проблемам развития территорий, область может поставить вопрос о неэффективности руководства, а также о возвращении ряда полномочий муниципалитета на региональный уровень. В Артемовском городском округе нет необходимости в передвижных ФАПах, да они и не положены нашей больнице по ряду объективных причин. Уровень охвата населения и качество медицинского обслуживания Артемовская ЦРБ старается увеличить за счет стационарных ОВП, оснащенных всем необходимым. Скорость оказания медпомощи – немаловажный фактор в своевременном лечении, и этот вопрос решается за счет обновления и увеличения больничного автопарка. Решить все вопросы разом получается далеко не всегда, однако артемовские врачи прилагают к этому все усилия, надеясь не только на поддержку Минздрава и муниципалитета, но и понимание со стороны простых артемовцев.